Лёд кипит. На арене напряжённая борьба между ЦСКА ВВС «Следж» из Самары и «Лада Следж» из Тольятти. Это первые региональные соревнования среди взрослых в дисциплине «Следж-хоккей». Участники команд – ветераны СВО. «Следж-хоккей» – это командная игра для людей с ограниченными возможностями. Официально в России этот вид спорта появился в 2009 году. Сейчас к нему активно привлекают бывших участников спецоперации. Физическая и социальная реабилитация ветеранов боевых действий – одно из главных направлений Федерации спорта инвалидов Самарской области. У нас есть уже разные дисциплины, по которым они могут принимать участие в тренировках. Это и плавание, это и настольный теннис, вот «Следж-хоккей». А что для продвижения вида спорта? Это турниры, это соревнования, это интерес у ребят вызывает. То есть, поэтому, ну, конечно, важно проводить всякие турниры. Одна из особенностей этого вида спорта – это время таймов. Дрятся они, как и в обычном хоккее – 20 минут, но без перерывов. Команды по «Следж-хоккею» для взрослых сформировали в Самарской области полгода назад. Спортсмены уже показывают отличные результаты. В июле «Лада» стала победителем всероссийского турнира в Туле. Защитник команды Ярослав Кабанов рассказывает – готовиться к соревнованиям не так просто. Мы никогда, ну, относительно не занимались большим спортом. Для нас это впервые, все это первый раз. Но мы готовы, так скажем, к большим нагрузкам. И, естественно, наверное, мы больше готовимся, занимаемся. Да, и бывают и тяжелые моменты, но мы не сдаемся. Мы команду всегда друг друга поддерживаем и двигаемся все вместе. Никогда не сдаемся. На этих соревнованиях «Лада» также не уступила сопернику и обошла ЦСКА ВВС. Капитан команды Артур Гульбандян считает, что этот матч показал, над чем нужно работать. Сегодня вообще играли, мне кажется, на все сто процентов. Просто выложились не только мы, но и соперник выложился. Была очень сильная борьба, очень все понравилось, все круто вообще. Счет 2-1, ничего страшного. Будем дальше работать и, я думаю, будем побеждать. Должен же кто-то проигрывать, кто-то выигрывать. После награждения участники матча сделали совместную фотографию. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.